Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить гиппо-позитивам. Ну вот и мой сюрприз, дорогая моя. Я тебя сейчас угощу самым настоящим шашлыком из свежего мяса. Приготовлено... Пальчики оближешь. Первое место в городе по приготовлению шашлыка, я тебя уверяю. А какие здесь хинкали? Вот они и те самые шашлычки. Ты какой будешь, мясной или овощной? Ну, хватит смотреть в сторону роллов. Мы пришли за шашлыком. Предлагаю люля, свиной, овощной, ну, естественно, картошечки. Ну, кстати, если хочешь супчика и котлеты по-домашней, это все там стоять. Но мы пришли сюда попробовать шашлык. Самый знаменитый, самый вкусный, да? Вот чем мне нравится Бистро Бум? Здесь всегда свежие продукты. Ну, можно сказать, прямо с грядки. Знаешь, почему у нас с тобой никогда не получится приготовить настоящие вкусные хинкали? Потому что мы с тобой только борщи умеем варить, а хинкали готовит настоящий кавказский мужчина. Ну что, как тебе мой сюрприз? Я же тебе говорила, здесь самый лучший шашлык. Хочешь овощной, хочешь мясной, хочешь люляшки, хочешь картошечкой. И, главное, мои любимые хинкали. Теперь с тебя сюрприз. Не знаю, куда ты меня поведешь после этого. Ну вот вечно ты не послушаешь меня, потом придется все переделывать. А я тебя предупреждала, с самого начала надо было ехать сюда, в Тверь Краски. Здесь тебе и с колором помогут. И покрасят, и сделают так, что твоя беседка прослужит тебе не одно десятилетие. А самое главное, все материалы экологически чистые, потому что здесь используют только натуральные масла. Нет, темненький он, конечно, красивый, но я предпочитаю светлые оттенки. Весь процесс окраски древесины делится на несколько этапов. Первый – это броширование, раскрытие структуры дерева. А второй этап – это двухцветная окраска. Причем здесь ты можешь варьировать цвета, исходя из собственных предпочтений и вкусов. И по секрету, только в магазине Тверь Краски ты можешь приобрести щетки для броширования. Только дереву идет эффект состаривания, в отличие от нас с тобой. Ну, какая масляная краска, что называется, здрасте, забор покрасить. В отличие от масляной краски, это не шелушится, не вспучивается и прослужит тебе ой-ой-ой, как долго. И ей можно отделывать как снаружи, так и снутри. И забор твой не нужно будет подкрашивать каждый год, я тебя уверяю. А весь секрет в натуральном составе. Помимо привычных изделий, ты можешь заказать предметы интерьера из ценных пород древесины. Ты только посмотри, какой журнальный столик. И он будет только у тебя одной, если ты, конечно, обратишься в компанию Тверь Краски. Что такое нарядное? На экзамен как на праздник. Сегодня сдаем перевозку опасных грузов. Несмотря на то, что экзамен состоит только из теоретической части, что-то как-то... Да? Может, ты первая? Давай, 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 давай. На сегодняшний день на каждом транспортном предприятии, занимающемся транспортом, да, обязаны иметь специалисты. То есть это должен быть диспетчер, имеющий диплом, контрольный механик по выпуску автомобиля и ответственный по предприятию за выпуск техники. Проходит здесь обучение. После этого идет, сдается коллекционный экзамен, да, и люди получают момент на международные перевозки. В частности, вот на сегодняшний день у нас сейчас проходят курсы по перевозке опасных грузов, по безопасности дорожного движения, транспортная безопасность. То есть все, что связано с автомобильными перевозками. Пройдя обучение, сдав коллекционный экзамен, да, у нас становятся специалистами, которые обостребованы во многих предприятиях, связанных с автотранспортом всей Тверской области. А также у нас очень много приезжает представителей с Москвы, с других регионов, проходя здесь обучение, потому что материальная база нам позволяет проводить здесь обучение. Вот смотри, экзамен на перевозку опасных грузов можно сдать только в учебном комбинате. Если не здесь, то придется ехать в Москву. Все, экзамен позади. А ничего сложного, если ты знаешь все вопросы и все ответы на них. Пошли! Субтитры подогнал «Симон»!